Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня у нас с вами такая очень интересная, я считаю, и важная тема. Это как не дать себя обмануть, либо как выйти из обмана, если вы его уже где-то почувствовали, где-то ощущаете его. И эта тема насущна и очень во многом коррелирует и полезна вообще во всем. Начиная от того, как вы покупаете, где вы участвуете, в каких отношениях. И вот эта роль быть обманутым, она присуща очень многим. Начиная от позиции покупателя в магазине, заканчивая позицией обывателя в жизни, когда мужчина, например, встречается с женщиной и происходит момент того, что один обманывает другого. Так вот, как не быть обманутым, либо выйти побыстрее из этого обмана? Если вы встречаетесь с человеком в моменте и чувствуете, что что-то такое вот происходит, что-то такое вот он говорит, но я еще пока не понял. И у вас так что-то маякует о том, что вот что-то здесь не то, какой-то здесь вот маркетинг, какая-то здесь вот ерунда какая-то. И как только вы обнаруживаете в себе вот эту мысль, вам не нужно следовать дальше, почему, так ли это, не так, вы это почувствовали уже интуитивно. И ваша задача в этот момент, спасибо большое, вы можете попить, понюхать, грубо говоря, понадкусывать и уйти дальше. Это ваше право. Вы покупатель и вы уходите, вы выходите из того, что вам неприятно, вам неприятно что-то вам подсказывает. Так уходите и тренируйте в себе этот навык выдергивать себя за уши, пока вы еще не вляпались. Как только вы осознаете, что уже глубоко, что-то идет не так, и вы не успели вовремя отреагировать, что-то дает такую сильную энергию клеточную, но вы не понимаете, как с этим справиться. Для этого, друзья, что вы начинаете делать, что вы начинаете практиковать? Вы начинаете работать со своим состоянием через практику навыка стоп, стоп. Я прекращаю это делать прямо сейчас. Я иду и делаю вот это, вот это и вот это. Далее, что еще важно? Очень важно, друзья, обращать внимание, когда вы в отношениях, выходить из этих отношений вовремя, вырывать себя вовремя, если вы чувствуете, что что-то происходит не так. Не так, как вам нужно, не так, как вам хочется, не так, как вам необходимо. Далее, важно обращать внимание на то состояние, которое называется хронически вляпался во что-то. То есть у некоторых людей есть потребность быть участником каких-то событий, какого-то движения, которое мешает им нормально функционировать. И это действительно важный момент. Если вы понимаете, что да, это вот так, это у меня, я не умею выходить, я не умею делать, я не умею, то, соответственно, вам нужно по-другому начать работать со своим чек-листом самоопределения, со своим чек-листом взаимоотношений. Об этом мы говорили уже очень много с вами раз и в семинарах, и неоднократно в постах. Что еще я вам хотела сказать, что самое важное, это обращать внимание на внутренние процессы, которые у вас происходят на дистрессе. Что хочется, чего не хочется, от чего отказываетесь. И как, собственно говоря, это простраивает вашу жизнь и вашу финансовую и любую другую грамотность. С вами, как всегда, я, Алена Самсонова, ваш психолог. Вы на канале «Почувствуй себя хорошо». Сегодня мы с вами разбирали, напоминаю, как выйти из отношений, не вляпавшись, да, маркетинговых в основном. И далее продолжаем про то, как выйти из каких-то отношений, которые более серьезны, например, в отношениях с любимыми, близкими, либо еще не совсем близкими людьми.